Модуль сделки в интерфейсе CRM системы Megaplan Это отдельная сущность, как ее еще можно назвать Что он вообще в себе несет? На мой взгляд, это не только сделки, это целый бизнес-процессы Которые можно выстраивать с помощью инструментов, которые зашиты вообще внутри самого Megaplan Под его идеологией Воспользуемся сейчас такой классической схемой Megaplan Которую он изначально в базовой своей версии предлагает Это последовательное согласование, которое мы доработали под себя Мы уже наглядно видели, какая польза при внедрении какой-то маленькой штучки Дает безумно большие результаты в эффективности работы компании Полностью перешли с бумажной документации, согласования счетов на цифру И получили от этого колоссальную выгоду Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит И в дальнейшем еще, возможно, попробуем какую-нибудь схему сделки разобрать Создаем сделку Выбираем схему согласования, последовательное согласование 2 Присваиваем ей название Вот такое оно у нас будет Суть у нас не заполняется у нас по нашей схеме Там автозаполнение роботизированным обработчиком Или как это называется, не знаю точно В общем, каким-то роботом у нас там все заполняется Аудиторов мы сюда пока не будем выставлять И нам необходимо согласовать какой-то документ Давайте что-нибудь попроще найдем, полегче Это видео у нас будет долго туда подгружаться Ну и давайте какой-нибудь фарик согласуем Выбираем согласователя И здесь у нас директора компании согласователями являются И бухгалтера, которые в дальнейшем принимают это все к работе Давайте я цеплю схему согласования 3 рассмотрю Потому что она там, по-моему, более гибко настроенная Там не только директора Сейчас сразу посмотрю Да, давайте по схеме 3 пройдем Это немножечко другая схема, но она весь смысл передаст То есть просто 3 согласователя будут Вся такая же история Аудиторов мы не заполняем Мы выбираем быстренько файл на согласовании Ну, какой-нибудь Вот такой вот Выбираем согласователя Этот будет у нас Вот этот Только давайте мы его поставим Вторым И еще раз Вот так В идеальной системе мы ставим сюда Троих разных согласователей Потому что В большинстве компаний в принципе так и есть Согласует какой-нибудь руководитель Потом топ-менеджер Потом директор, учредитель или прочее И так это все и выглядит В общем, суть этого всего Пройти до конца С положительными ответами И на выходе получить согласованный документ Там оплату сделки И удовлетворение клиента Мы сейчас находимся В формировании документа Этот статус виден пока только Менеджеру Просто по той причине Что он еще может успеть Какие-то изменения внести Комментарии написать Что-то типа-така ладно Не будем там протираться к тексту Пошел в кпхах немножечко Написал что-то И мы отправляем на согласование Сейчас у нас произошло Звуковое оповещение На нашем аккаунте администратора И мы увидим Куда нас пригласили Сделка создана от тестера теста Сделка создана от такого-то числа Какой-то комментарий у него сразу подгрузился И мы видим, что у нас Согласователь один Должен принять решение О согласовании Вот он как раз наш роботизированный сценарий Нам подсказывает, что мы должны сделать Я как сотрудник Которому поручили согласовать Открываю файл Смотрю, у меня допустим Все устраивает И я пишу Согласован После чего робот Передвигает сделку Согласователю 2 На согласование Ему приходит тоже Звуковое оповещение Менеджеру приходит Звуковое оповещение О том, что Согласователь 2 Приступил к согласованию Изучению или прочее То есть Ну и он может Какой-то вопрос там задать Пообщаться здесь С помощью журнала Аккаунт тестера Туркзала я сейчас Не стал он открывать Тестер администратора Просто сразу несу сюда Изменения Обновлюсь И еще раз У меня согласователь 3 Это опять администратор У нас появился Еще очень интересный Такой чекбокс Это чекбокс Распечатано Как раз у нас Согласователь 3 Обычно это Сотрудник бухгалтерии Это главный бухгалтер И он Ну так сказать Попросил Говорит Ребята Давайте-ка Пожалуйста Мне вот такой Маленький чекбокс Для того чтобы я Видел что у меня Распечатано А что у меня не распечатано Ну вот пожалуйста Внедрили чекбокс И все замечательно Можно ставить Можно не ставить Следующий момент Когда мы дошли Вот таким вот образом Это был допустим Руководитель Это был потом второй Директор Сначала согласовал Руководитель Чтобы до директора Дошла уже только Такая обменяемая версия Согласовал Потом директор И после директора Нам необходимо Это все отдать На оплату Мы ставим Решение согласовано Практически всегда На автомате В данном случае Может что вроде как Уже две Такие Серьезные дяденьки Тетеньки Согласовали То бухгалтер Просто принимает И распечатывает И оплачивает После этого Он оплатил Нажимает Оплачено И случается Чудо Менеджер Видит что Его сделка Перешла в Статус Оплачено Об этом он видит Вот здесь Он видит что Сделка такая Пришла в Статус Оплачено Давайте сразу Сразу напишем Статус Оплачено Ну и В принципе Он видит Все понимает Удовлетворено Его прошение Поехали дальше Вот такая Вот схема У нас внедрена Буквально была Меньше чем за день И принесла Уже плоды Такие что Сократилось Количество Пустой Бумажной Писанины Ну где то Четыре раза Примерно Может и больше Даже Уже не считаем Но чисто На эмоциональном Уровне Внедрение Почувствовали Все И сказали Что бы Оно стоило Того Продолжение следует Продолжение следует